Славим человека труда. Финальные испытания конкурса профмастерства начались в городах Уральского федерального округа. Так Челябинские в этом году выясняют, кто лучше на Урале токари. Яна Тормина следила за ходом соревнований и выяснила, почему профессию эту сегодня считают престижной. Я сейчас написал первую часть программки, хочу ее проверить без деталей по воздуху, чтобы ничего не испортить. Токарь 21 века больше похож на программиста. Работа его теперь не столько физическая, сколько интеллектуальная. Весь головой не в масле, а в расчетах нужно точно задать параметры на станке, чтобы получить нужную деталь. Решат Шугуров на конкурс приехал из Ханты-Мансийска. В нашем городе это недавно началось. Город маленький, там токарных станков с программным управлением вообще всего два. А вот Челябинск активно переходит на новые автоматизированные станки. Специалисты, что работают с металлом, становятся на вес золота. Не удивительно, что столица Южного Урала принимает финальные испытания токарей проекта «Славим человека труда». Сейчас на многих предприятиях идет техническое перевооружение. Все больше и больше появляется на предприятиях как токарных станков, так и различных других обрабатывающих центров и манипуляторов с программным управлением. Профессия очень востребована. Наших студентов разбирают уже на третьем курсе. Соревнуются мастера Уральского округа в двух категориях. Профи и студенты. Но выполняют одно задание. Из алюминиевых и латунных заготовок участникам предлагают сделать поршень с цилиндром. На время работы отведено три часа. Затем, как участники справляются с заданием, следят не только наблюдатели, но и камеры, которые установлены внутри станков. На то, что попало в обзор камер, внимательно смотрит и Алексей Зварыгин, 17-летний студент Екатеринбургского колледжа. Уже завтра на этих заготовках и ему придется проявить свое токарное мастерство. В данный момент у нас очень не хватает людей в стране, кто владел бы этими знаниями. Я решил, что буду один из тех, кто сможет. Чтобы повысить престиж профессии, параллельно с окружным конкурсом в Челябинске провели областной среди школьников региона. Константин учится в лицее, но хочет пойти по стопам отца токаря и освоить рабочую профессию. Даже выяснил, какая будет зарплата. Говорит, не меньше 50 тысяч. Фанальное сидение в офисе мне просто не нравится. И работать своими руками всегда приятно. Всегда приятно видеть, что ты сделал сам. Всего в конкурсе «Славим человека труда» порядка 14 номинаций. Финальные испытания проходят также в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Ханты-Мантийске. А в Магнитогорске, например, за звание лучшего в Уральском округе борются инженеры металлурги. Яна Тормина, Павел Клементьев, УТВ.